В минувшие выходные спортивный комплекс Балаковского филиала АО «Апатит» принимал лучших борцов со всего региона. Здесь прошло первенство Саратовской области под дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет и юниоров до 23 лет. Турнир состоялся при поддержке компании «Фосагра» и её социального проекта «Дрост» – детям России, образования, здоровья и духовности. Доброй традицией стало именно в Балаково проводить такого уровня соревнования, когда со всей области приезжают спортсмены. Здесь отдельно хотелось сказать славу благодарности компании «Фосагра», которая предоставляет такую площадку. Система логистики у нас выстроена. Каждый год это всё становится комфортнее и комфортнее. Основное требование – это, конечно же, видеонаблюдение для видеопросмотров. Если бывают спорные ситуации, необходим просмотр. Здесь всё присутствует. Татами тоже должно быть определённого качества для проведения соревнований. Здесь оно тоже присутствует. Требования соревновательные, они здесь соблюдаются. На татами вышли около 200 спортсменов из Балакова, Саратова, Вольска, Энгельса, Татищева и Балашова. Каждый из них уже победитель. Ребята прошли отборочные соревнования в своих городах. Но каждый новый старт для них важен, потому что даёт возможность подняться на новую ступень мастерства. Я уже была на первенстве России два раза в 13 или 15 лет. Выиграла Примозовские федеральные округа. Для меня область – это достаточно тоже хорошее соревнование. В любом случае, расслабляться не стоит. Легко ничего не даётся, потому что это тяжёлый вид спорта. Приходится трудиться, трудиться. Тренировки у нас почти каждый день. Большинство ребят занимаются дзюдо уже по несколько лет и знают своих соперников. Они не раз встречались на татами. У каждого есть отработанные коронные приёмы, которые приводят к медалям. Сами борцы говорят, что важное качество для любого спортсмена – идти к победе, несмотря ни на что. И демонстрируют это своим примером. Выступаю в соревнованиях давно. Дзюдо тоже занимаюсь. Лет 7 примерно. А вот сейчас решил в соревнованиях выступить. Но травма была 15 декабря. Руку сломал. Но сейчас зажило вроде выступаю. Самое главное – побороться. А рука – это уже потом. Президент Федерации дзюдо Саратовской области Вадим Ойкин, который приехал на турнир, отметил грамотами и благодарственными письмами лучших тренеров и спортсменов. Он уверен, что для развития борьбы очень важно проводить соревнования не только в областном центре, но и в других городах региона. Подвели итоги работы Федерации за прошлый год. И хотел бы отметить, что у нас в прошлом году в нашу семью вошло плюс два новых спортивных клуба. У нас увеличилось количество соревнований. Было в 2022 году 133. Это уже стало больше двухсот соревнований. И самое главное – увеличивается количество спортсменов. Уже более трех тысяч спортсменов в Саратовской области занимаются дзюдоом. На турнире в Балакове было разыграно 32 комплекта наград. 14 у юниоров, 18 у юношей и девушек. По результатам первенства будет сформирована сборная Саратовской области, которая представит регион на соревнованиях Приволжского федерального округа. Этот турнир будет проходить в марте тоже в нашем городе. Для ребят из спортивной школы «Олимпик» и «Дрозд Балакова» это безусловный плюс. Наши балаковские дети не едут куда-то там на соревнования далеко с ночевками. И болельщиков у нас больше, родители за своих детей приезжают. Будет возможность, проводя у нас Балакова, комплектовать команду больше, чем обычно, тогда, когда мы куда-то едем. Поэтому это тоже лишний, скажем так, бонус тем, что мы здесь проводим. На прошедшем турнире отбор на первенство Приволжского федерального округа из спортшколы «Олимпик» и «Дрозд Балакова» прошли 10 спортсменов. Они завоевали три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.